Я хотела бы начать как раз с важного, на мой взгляд, момента. Это психологическая составляющая нашей работы. Очень часто мы срываемся друг на друга, идет какой-то негатив, природу которого мы зачастую не принимаем. И очень редко мы головой доходим до того, что на самом деле жизнь интересна и есть кому и за что сказать спасибо. И вот я вам предлагаю по-другому смотреть на происходящее с нами событие и всегда есть кому за что спасибо сказать. А отдавая, говоря спасибо, эта жизнь, она прям по-другому начинает смотреться. Сейчас девочки вам раздадут наглядные материалы и вам понадобится первый листик, он в общем-то там один, называется диаграмма намерения. У кого есть, можно смотреть. Я знаю совершенно точно, что с Настей Климентой мы смотрели эту диаграмму, когда находились в Нальчике на кадровом резерве студенческого спорта. И поэтому я просто прошу Настю, наверное, ко мне присоединиться, вот на этот стульчик сесть. Ну как бы так будет гораздо проще, чтобы для нее это уже не был какой-то повторный материал. Мы как раз на ее примере тоже разбирали, и она мне поможет и вам вместе со мной разобраться. Там присаживайся, возьми ее себе. Сейчас. Ну пока можно просто прочитать, мы прокомментируем, о чем здесь речь. Оставите это себе. В один из первых, в которых моей работой была Ассоциация студенческого молодежного спорта. Мне в свое время на стол попал этот лист. И в своей работе, когда меня переклинивают в отрицательную сторону, я беру этот лист и пытаюсь понять, что же со мной происходит, какова природа моего негатива. Давайте листики получаем и успокаиваемся, чтобы нам друг друга было больше понять, не отвлекались на... Может, его возьмем? У всех теперь есть эти листики, да? Николай, возьмите, вам тоже полезно. Определим уровень, на котором вы находитесь сейчас. Настя, давай, наверное... Мне просто интересно, сколько с момента нашей встречи прошло времени, наверное, пара-тройка недель. Мы говорили об этом в документе и также начинали занятия с него. Не то, чтобы не лень готовиться, и я везде по одному и тому же формату. Формат на самом деле разный, но прежде всего мы люди, прежде всего с нервами, с психологией. Мне кажется, начинать надо с этого. Чтобы я вообще понимала, с какими людьми мы сейчас будем работать. Может, вы находитесь на стадии самоутверждения или протеста. Тогда наш диалог будет совсем конструктивным. А зачем пустоту? Стены долбить не очень хочется. Ну так вот, Настя, пожалуйста, прокомментируй ребятам этот документ. Ну, как ты тогда поняла. Я сейчас немножко расскажу, а ты как бы на своем примере, как мы говорили, чтобы людям было проще понять, на каком они уровне находятся. Итак, диаграмма уровня обязательств. Ты уже спрашиваешь, где что-то почитать. Вот эта табличка, и не надо никаких книжек здесь просто определять, на каком ты сейчас уровне находишься. Уровни, начиная с материального благополучия, это пятый снизу, это вот такой вот как раз промежуточный уровень, находясь на котором мы начинаем работать с созидательной точки зрения. Все, что ниже этого уровня, это уровень, который идет в ущерб нам. Если мы находимся в одном из этих состояний, никогда мы не принесем пользу обществу, которое от нас кем и себе, прежде всего. Если мы себе не принесем, то и обществу тоже. Так вот, почитайте, попытайтесь определить, на каком вы уровне сейчас находитесь. С Настей мы уже проходили этот момент. Она просто расскажет, как это у нее было, то есть как она определяла, и может быть попроще вам будет тогда. Если будут вопросы, я отвечу. После этого, после этой диаграммы мы с вами пойдем по тому, что такое информационная повестка, какие виды новостей бывают, из чего эта информационная повестка складывается. Поиграем в крокодилов, поделимся на группы, и вы представите свои проекты информационной повестки по событиям, которые вы выясните. Вот такой формат работы на предстоящий, там сколько, час с копейками. Хорошо? Ну, когда мне раздали этот листок, сказали определить, на каком уровне ты находишься, ощущаешь, и как твои действия, ты выражаешь их, и можешь в ту или иную строку таблицы как бы сопоставить. Я тогда была примерно на уровне самоутверждения, потому что всеми действиями я хотела кому-то чего-то доказать, что я что-то могу, я лучше других, то, что я делаю просто так. Но, как Вероника сказала, доказать это было бы такое чувство, что оно ни к чему хорошему не придет, но в ее время это сработало. Также у меня некоторые мои поступки были, ну здесь уровень выжимаемости. Не хотелось бы, чтобы вы это воспринимали, как у вас секции, я жалтыла, мне 20 лет, и я хочу пить в больно, да? Нет, это просто правда полезно. Вопрос о том, кто-то к этому статистически относится. Иногда мои поступки были на стадии, здесь стадия выживаемости, ну то есть у меня было отчаяние очень часто, поиск личного комфорта, озабоченность, то есть я не знала, где найти, помощь. Конечно, я не старалась никого не обменить в этом, то есть я смогу, я все сделаю, вот, и в эти я смогу все сделаю, поднимал у меня все на уровень выше и выше, конечно, за эти две недели. Может быть, не перескочу и не перескочу. Это помогло, потому что после Нальчика я вообще сильно загрузилась, недели две сидела. У нас, кстати, новая история очень интересная, Нальчика, когда мы поделились по группам, и Нальчика мы сидим, и ее не только пластикболисты, и то хочется, и то, и то, и то, и то, вот эти вот разные моменты. И потом это сработало примерно в другой же сфере, когда она ушла там, вот, в формационке, да, к такому, и двух номерах. Я ни в коем случае не обидела, потому что кнопка бежала, и вот она сейчас говорит о том, что не полезно, и она теперь разбирается. Я одной бумагой заразнилась на другой процесс. И не обязательно, по-надему, ой, Басеевну там, ну, ну, зачем? Ну, я хочу сказать итог, что мы должны быть стремиться быть все выше и выше, вот, может быть, это у кого-то, ну, как я поняла, я могу быть и там чуть выше на стадии, но в тот же момент, на следующий день, в каком-то событии, я могу опустить, вот очень, вот, ну, вот, допустим, гератор, мы в то время с Виктором вот давали, вот, гератор, и такие вещи, на что он отрубается в себе, и они в 2% наоборот. Сейчас я, скорее всего, так и осталась на уровне самоутверждения, но, ну, как следующий уровень материальный много получше, я хочу стать богатой, наверное, у всех есть, но у меня это не, да. первым на первом месте никогда не было, вот, я хочу выполнять свою, выполнять хорошую работу, я бы сказала, я хочу выполнять свою работу хорошо, для этого больше ко мне относится, то есть, вот, удовлетворительные задачи в этом уровне. Спасибо. Спасибо большое. Вот, первая история состоялась. Ну да ладно, кто, кто как понял, может быть, кому-то тоже хочется сказать, просто примерю уже, сейчас работаем, давайте разберем и перейдем дальше к этому. Потому что, в любом случае, задуматься над этой бумажкой у вас будет холодно, не только сейчас, перед сном обычно хорошо, вот, я когда засыпаю, я задумываюсь о том, все ли тексты я прочитала правильно, и мне кажется, что куклы местами поменялись, и вообще очень страшно становится. Да. Балансировать, скорее всего, можно находиться на вас, но просто… Настя сказала, допустим? Угу. Ну конечно, а мы с вами, мы сейчас рассматриваем уровень, просто делим, да, семья, работа, досуг. Вот мы уровень работы с вами, давайте, мы же ограничиваем сейчас, вот осуществляя профессиональную деятельность, вы на каком уровне находитесь? Чтобы ваши дети также находили на уровне профессиональной деятельности? Просто делитесь, сегментируйте. Мы говорим о… у менеджера ХСБ. Но есть такие раздражители, которые… вот этот вот уровень, который я вам дала… Да. Вообще нет. То есть вы никому ничего не доказываете, у вас нет… вас, если обидит, жажда мести обычно у человека возникает. Ну как обидит? Вот, допустим, человек ушел с одного места работы, и он считает, что там… его недооценили. И работа схожих организаций, у нас были такие примеры, человек начинает делать какие-то подлянки. И он пишет, что он там, грубо говоря, делает титанические усилия, прилагает, еще что-то. Вот это человек, который хочет доказать, у которого месть и самоутверждение. И он, понимаете, стоит, вот я просто сейчас договорю, и он думает, да что ж такое-то? Я ж вот столько сам делаю, а его никто не может признать. Потому что человек, осуществляя, на его взгляд, созидательную деятельность, опирается на низменные до сих пор. При этом она не будет успешной, и люди ее не оценят. А для этого нужно быть гибким человеком. Вот вы сказали, зачем делать то-то. Если человек, вот меня в свое время воспитывали, говорили, что вот стена, тоже ведь я об этом говорю, идей пробивай. Я благодарна за воспитание моих родителей, когда меня воспитали, но надо всегда есть альтернативы, есть варианты. Не только стену головой пробивать. Я так 25 лет. Ну, понятно. А есть люди, которым непонятно. Вроде взрослый человек под 40 лет, а ему непонятно. И вот если в себе не разбираться, а он будет думать. Я ж все правильно делаю. Что ж за жизнь, что ж за люди? А? Перфоратор. Перфоратор? Вот, вот. А мне не рассказывали перфоратор. Как бы вот у тебя на плечах, что есть, тем и бей. Но я просто устала и просила помощи. Ну, вот сейчас более-менее получше стало. Хоть голова перестала болеть. Теперь нога не бей. Думаю, кого я еще еще сделаю. Да, 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 да. Что-то вот в этом происходит. Ну, так вот. Что вы? Это круто. Знаете, что я хочу сказать. Поздравляю вас за такой человек. Ну, у меня, например, я в свое время руководители говорили. Да я знаю. Ты что ты мне рассказываешь? Ну, я знаю. Мне это надо так сделать. Мне это надо так сделать. Он говорит, что детский сад устраиваешь. Ну, что ты детский сад устраиваешь? Говорят. Есть общее дело. Я вот раздаю задачи, и ты должна вот тут выполнять такую-то работу. А я говорю, а мне лучше. Мне самоотвердиться. То есть вот хочу то, хочу то, хочу то. А организация это второстепенно. С таким подходом тоже ничего не будет. Как правило, это... Попробуй, что там не слышно. Если просто быть нацепленным, то ты заработал, да? И стараться быть хорошо, то есть ты неосознанно. То есть, что ты целый-то, да, заговорились. Садитесь на этот пункт. Ты, Иван Иванович, я скажу, что, как говорил Алексей, ты учаешь признание. То есть, допустим, у тебя нет цели учить признание, но ты пытаешься хорошо выполнять свою работу и... Стоп. Все. Теперь культуру. Ну, просто, да, я... Да-да-да, давайте. Ну, вот видишь, я уже предсказуема, но это хорошо. Давайте, попытайтесь встать. Встать? Ну. Садитесь. Продолжаем. Попытайтесь встать. Садитесь. Вот этот вопрос о том. Когда человек, когда человек говорит, я попытаюсь, он как бы, ну, я что-то попробую, ну, не выйдет. Ну, ладно, я же попытался. Да. Ну, вот вы сейчас встали, вы сделали, вы провели законченное действие, а я вас попросила попытаться. Садитесь. Садитесь, я сказала вам садитесь. Ну, вот как бы. Это вот такой позитивчик, да? Хорошо, что вы нормально реагируете, несмотря на... Сколько вам лет? Ну, так, несмотря на 22. Вот. И несмотря на пол. Нет-нет-нет-нет. Я неправильно. Потому что очень многие люди как-то к этому... Ну, вот как-то это ерунда. Просто вот этот обрядный пример. Можно брать какую-то книжку, а можно посадить и сказать, попытайся. Вот я все-таки за такой, за ускоренный формат обучения. Кто еще? А вот он. Конечно. Да? Только погромче. Я могу сделиться микрофоном. Я. Садаюсь. Я рада говорить. Хорошо. Я всегда прошел, чтобы ребята еще не повторяли ошибки. Я не понимал, что в моей голове указывают все, что все так будут. Не все. Вот все мы рады. Есть. Много примеров. Когда я вам загадываю свет, девочки, что это светлый делённый, мальчик, это тёмный делённый. Здесь даже, что это первомудровый, а здесь даже, что это очень сильный. Да. А, это платье. Где эта акция была? Бургеркинг или где? Золотое, белое. Какого там цвета? Синее вы вообще это видели? Вот, вот, вот. Если что у вас в голове, я это обжелся только в предыдущем чемпионате России. Когда я пришел в старший из федерации в космосе, и сказал ему мне, не думай, что у тебя в голове нет у всех в голове, не думай, что это стало у всех в голове. Вот тогда это дает работа. Мне это дали, ну, не рад. Вот если себе этот плацет два, это будет, а в раз в два, где он будет на него. Приздущийся к этому методу тебе решать. Не убеждать. Нет, делать, просто верить и делать. Не надо никого убеждать, и не доказывать. Все, что у тебя в голове нет удачи, что у него тут самое. Разные взгляды, разное понимание. Вы решили, что поступало может быть так, а не так. А не так. Всегда допускать. Ну, вот это варианты опять же. Может быть вообще какой угодно вариант. Вы все еще хотите играть сколько дел? Громче. Прийти к общему решению? Во, отлично. Еще одна цитата есть хорошая. Значит, какая цитата? Кто-то сказал, Ницше, по-моему, что между двумя противоположными точками зрения не факт, что находится ответ, правильное решение. Между ними находится проблема. И проблему нужно решать. А если у вас человек с блогом стоит, как не найти? Есть ли два человека, которые реально хотят делать? Ну, вот я думаю, Алексей из Бомитогорского, руководитель спортклуба, и его коллега Максим. Они, вот два таких человека, единомой человек. И это я вот так делаю. Процесс пошел, в общем. А вот они как раз о том, что вот эти два человека, если они будут решать по поводу развития спортклуба, вот они не будут там. Они могут как-то сказать. Не из-за того, что там самоутвердиться, а из-за того, что прийти к тому решению, которое пойдет на пользу. Людям, которые там работают, в целом подразделения. Ну, вот так. Это вот. Вы посмотрите на тех. Мы зачастую выстраиваем диалог с теми людьми, бывает такой, который просто этот блог, и которые вот вариантов не знают. Тогда вот как нам поступить в этой ситуации? В общем, можно дураком быть. Да, ты прав. И идти делать что-то хотела. Просто быть дураком и нормальный случай с таким Можно сейчас поставить? Ага. Клевая тема. Я, ты понимаешь, что ты смотришь к вам на слово, только интерпретируем, но полетно. Клевая. Когда ты понимаешь, я не думаю, что в моей жизни встречается каждый человек, кто, если вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. В чем-то типа три раза. Кто живет, кто в третьей цели. Кто в третьей цели. Кто в третьей цели. Очень редко кто живет в третьей цели. Кто-то еще хочет? Или будем осмысливать вообще? Ага. Если человек может наконец-то, допустим, в одну премию неделю и в одну неделю, он может принять на вашем состоянии, может это нормально? Конечно, главное, здесь вот эта дана табличка для того, чтобы вы, когда вы скажете, что вы на этом состоянии, вы индикаторы понимаете, что со мной происходит вот именно сейчас, может меняться даже в течение дня. Да, у меня вообще с вами все хорошо. Я пошла, мне нужно на какой-то... Да, 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 это уже все. Нужно научиться. Так вот я сразу что сделала, когда мы с вами пришли, я вам отдала эти листочки, мне надо понимать, что это здесь за люди. Если здесь сидят с блоками, а что мне так здесь делать? Ну то есть, вот не такие. Для меня важно было, чтобы вы почитали, почувствовали, и вот на таком фоне начать работу. Это вы тоже разбираете, просто смотрите, сканер включать тоже порой неплохо. Хотя, говорят там, что бюрографию сделала, включился, но зато посмотрел, как бы что это. Поэтому не смертельно, но надо включать работу. Цифровая? Не, меня в Сибири обличали таким элементом, так что я не знаю, не помогло. Ну так вот, значит, это вопрос для себя, для саморазвития, для себя, для близких обычно очень хорошо реагируют. То есть, когда начинаешь рассказывать, рассказывать и те, кто хотят с собой работать. Те, кто не хотят, оно им не нужно. Давайте мы поговорим теперь о том, что нас интересует в нашем поле деятельности. Это формирование информационной повестки, баскетбольного клуба, средств массовой информации. Я с этим сталкиваюсь каждый день. Насколько вы в этой сфере работали и какие у вас компетенции есть. Ну, в общем, сейчас разберемся. Давайте какие-то вещи, может быть, будут полезны. Я вот так по памяти, что у меня в голове есть, вам расскажу. И тот минимальный набор знаний, которые понадобятся нам для работы практически буквально на этом занятии, и для работы практически в ближайшее то время, сколько вы планируете по поводу. Что же такое? Баскетболь. По поводу новостей. Новости принято делить, какая классификация, на организационные и календарные. Будь то у вас сайт. Да, да. В 2011 году я закончила факультет филологии и журналистики Геймеровского госуниверситета. То есть определенные теоретические знания мне там давали. Но на третьем курсе, когда нужно было идти проходить практику телевизионную, я все сидела и боялась пойти на телеканал. Мне говорят, в смысле, иди работай. Я говорю, у меня еще нет теоретических знаний должных. Они говорят, пока не пойдешь, не попробуешь, тебе никакая теория этого не заменит. Что-то я получала на практике. Я потихоньку специфику всего осваиваю. Ну, в рамках средства массовой информации с Unisport.ru, которая работает с 2011 года, сначала в Москве, а теперь уже в России. Мы тоже освещаем баскетбольный сегмент. Ну и в спортивном клубе я работала, имею представление. Футбол, баскетбол в любом имеет значение. Вот эти вот инструментарии, они присущи для всех. То есть можно верить. Есть немножко теории, немножко практики. Или нет? Конечно, конечно. Я еще очень часто получаю знания от коллег из СБ, которые пишут, ой, ой, что-то это, плохо написано, ой, тут косяк, ой, тут нету, ой, тут нету. Поэтому все больше от людей. Потом уже от себя, теории, книжки и все такое. Ну так вот, новости. Организационные, календарные, смотрите, нужно вам это или нет записывать, или может быть вы так усвоите. А календарные новости, это вот у нас появилась сетка, да, мы понимаем, что чемпионат радуется на такое, числа-то, числа известные соперники поплыла, все, закончили. Сколько это у нас идет? Ну, полгода. Ну, семь месяцев, сколько получается, чемпионат. И примерно есть расписание, и вот у вас готовы. В неделю столько-то матчей. Вот это календарные новости, которых мы знаем, и большая ошибка многих журналистов, пленеджеров, да, опираться только на те новости, которые там взорвы, там вот отправили СБ. Ну, пожалуйста, у вас есть календарь. Вот это единственные информационные поводы. Информационные поводы мы должны создавать самостоятельно. Самостоятельно созданные информационные поводы называются организационными новостями. Организационные новости это вот, допустим, не у всех есть сайты баскетбольных команд, это все-таки излишество и роскошь, которая стоит немало денег. Мы говорим о том, что мы можем сделать своими силами, качественной и интересной аудитории. Это все больше, наверное, социальные сети. И вот тут, наверное, вопрос к вам, как минимум практикующим. Организационные новости это новости. Кстати, вот у нас мы придумали информационный повод, запустили, и группа ВКонтакте у нас не только анонсами матчей помнится обзорами фото, видео и текстовыми, но еще и другими организационными новостями. Что может быть такими организационными новостями, какой опыт есть у вас, что вы делаете на местах в рамках своих баскетбольных клубов и как это работает. Давайте я буду как и модератор по совместительствам давать микрофон, потому что, допустим, на задних летах будет очень много слышно. Ну, один из таких... А можно еще кто-то представлять? Максимов Евгений, город Санкт-Петербург, Музейный. Один из таких информационных поводов, который прям порадовал, и можно сказать, даже приятно сделанным на команду в баскетболе, это как День рождения. То есть мы не только поздравляем человека с Днем рождения, а еще кратко рассказываем, кто это такой вообще, чтобы вы знали много своих героев в лицо, и тем самым популяризируем, получается, тех или иных игроков. Насколько это трудозатратно, что происходит в такой новости? Да, несколько минут, если есть качество. Вы визуально фотосопер, какую историю делаете там? Ну, а когда как? То есть раз на раз, но главное, чтобы была качественная фотография, вот с этим просто столкнулась проблема. Очень сложно раздобыть именно всех. Вы делали, да? Ну, сначала я начала, а сейчас у меня есть, как раз, в День рождения человека. Как вы нашли День рождения человека? Она играет тоже в женской диборде. Вы обработали, или она сама пришла? Она сама сказала, что чем помочь. Здорово тогда есть. Порой так, чтобы обработать, и он наверх, и стал единомышленником. Только громче. Ну ладно, не слышно. Там просто хочется слышать всех. Казань, Кави, Тимур. Да, да, да. Мы делали так. Мы решили каждую неделю про каждую закраду рассказывать, какие у него были результаты. Неважно, если был вдруг хорошего же уровня такого. Или славки, да? Мы рассказывали про всех, это очень интересно. А идеология какая? Вот, то есть, когда ты придумываешь какой-то новый проект, рубрику, да? То есть, это все-таки должна быть какая-то мысль. Для чего вы это делали? Особенно, когда у вас нет... Во-первых, для того, чтобы нажимать с парком игроков, а также, чтобы узнали новых, которые к нам пришли. То есть, это традиция. Вы придумали такую традицию по отчет старикам, и проинформировали, что, в общем, есть трагедия. Ну, то есть, про пункцию тоже. Для чего вы это делаете? Сделать приятное, получить какой-то бонус, да? Да, на проградку в лотку. Ольга, Санкт-Петербург, студенческий спортивный клуб Краморские Барсы. Мы делаем еще такие рубрики, допустим, проходит сессия, и мы всегда собираем оценки, допустим, «Самый умный барс». Это тоже несложно. Ну, то есть, игроков по игрокам? Ну, это среди игроков мы выбираем среди бал, посчитаем их, и кто лучше учится, мы про них рассказываем. Ну, во-первых, это лидер. Игрокам приятно, что писали. Игроки еще стремятся лучше учиться, чтобы тоже попасть на этот ролик. Игрокам приятно. А системную работу вы устраивали для того, чтобы там один специфик, а то только игрокам приятно. нету ничего, и тоже нужно, чтобы группа в том же самом социальном стиле умирала. Для нас это важно, чтобы про нас не забывали. Игрокам приятно. У нас такая штука, только для next399 больше партнеров. Так как у нас нет мнений, так и другие партнеров... Я даже не слышала. Да... И отдых, и реклама спонсора, и реклама игроков. Потому что наши игроки не только тренируются, они могут спокойно посидеть в кафе и поиграть в шахты. Да, у нас есть шахты. И такие игроки у нас реклама. Да, у нас игроки очень милые. Кроме нашей рекламы, Орел. Они сняли спонсоров, логотип спонсоров, это то, что это все круто. Да, то, что это очень круто. И спонсоры это увидят потом в нашей группе. Они тоже спонсоры к нам потянутся. То есть это, опять же, межсезонье. Зимой, когда нет игр в одном промежутке, бац, мы это сделали. Плюс это то же самое. Мы могли загружать игры. Я вопрос, вы эти сыры задыхали? Это скорее всего больше к спонсорам. То, что спонсоры к нам пришли, чтобы мы про них не забыли. То есть, милиция Казаньи был в том, что он 2, вы начинаете делать вещи, которые у вас не хватало требований? Нет. Эти вещи у нас каждый раз во время матча в определенном способе, но это дополнительные и дополнительные идеи. Вот. Передайте мне, пожалуйста. Антон Казаньи. Что делал я? Мы снимали видеодневники из всех выездов своих. Ну, не всех, кроме одного выезда. То есть, как мы едем туда, что мы делаем, все это с приколюхами. Старался делать. А вот когда этот информационный вакуум, была идея сделать текстовое интервью с игроками, но я не доделал, но уже не получилось. Также делали интервью, брал видеоинтервью у тренера. Спасибо. Видеоприглашение мы делаем на матче. И что еще? После каждого выезда, после каждого матча я стараюсь делать, я это называю видеомикс выездного тура. Я вот так это называю. То есть, я снимаю там с трех камер игру и после этого монтирую, делаю что-то типа, знаете, как в NBA про... Ну, нет, не отчет, без комментариев, все просто под крутую музыку я делаю микс выездного тура. И также, допустим, какой-то танк крутой или еще что-то. Когда ничего нет, я все это... Знаете, есть такие видео, вай, ну, там типа так музыка заряжается, заряжается, там, бам! Вот, и танки как бы монтирую под таком. Это очень важно. И когда мы именно ведем этажер с музыкой, синхронизируем. Еще, пойдем? Здравствуйте, меня зовут Елена. Нижний Новгород, НГУ. Я хочу сказать, что я интересен менеджером группы поддержки университета. И иногда мы запускаем ряд проектов. Вот, например, в этом году запустили проект, который называется ЗАЗОЖ ННГУ. ЗАЗОЖ ННГУ. ЗАЗОЖ ННГУ. Это наш университет. И в рамках этого проекта мы запустили ряд товарищеских матчей среди сборных разных команд нашего университета. Также мы выпустили плакаты, которые развесили по университету также с призывом с нашим слознангом ЗАЗОЖ ННГУ. Где представили разные сборные нашего университета, про которые многие даже и не знают, что у нас есть. Также сейчас уже благодаря Насте наша госкеповольная команда стала более известна. И вот целый год мы занимались этим проектом и проводили фотосессии членов команды. Да, просто про промакции. И вот просто весь год ты проводишь разные фишечки под этим проектом. Мне вопрос такой. Вы когда этим занимаетесь? У нас сейчас что? У нас конец июля. Сезон когда начнется? В конце октября, в начале июля? Ну, я просто по словам. Просам чемпионат, по самим линиям, непосредственно. Вот вы планировали. Насколько долгосрочным у вас планирование в вашей деятельности. Вот, допустим, то, уже информационное. То, о чём мы сейчас говорим. На сколько? На весь сезон. То есть вы сели и прописали. Вот у вас, например, информационное освещение где-то со мной через группу ВКонтакте, и у вас все прописано. На этой неделе у меня будет 5-7 новостей такого-то плана. Или вы сидите, ну вот матч-опрос, матч-опрос день рождения, хоп, месяц полный. Ладно, наверное, девочек там поснимайте это, потом как-то делать. Нет, что-то нормально. Ну, а мы сражели, мы все пытаемся, что-то так, что-то давайте, если что-то, но если посмотреть вот так вот, я сейчас не говорю именно о баскетбольных группах, но понимаю, что деятельность, вот пока есть пик, какая-то группа вообще живет, там, месяц-два, да, а когда начинается вот этот простой информационный вакуум, ну, не происходит ничего, и человек просто даже не понимает, что это время, это, наоборот, круто. Это время проявить свой креатив, время, когда нужно придумывать здесь и сейчас. Ну, чтобы, допустим, группа жила, что вы можете заинтересовать какой-то сегмент, который походу вот активные, там, участия, потому что активная часть это спортсмены, болельщики, есть еще, вот так вы говорите, люди, которых тоже интересно, но для них никакой работы не было. Системно. Вот вы как оцениваете, насколько системно ведется ваша работа? Людей говорят, вот очень часто бывают эти провалы, а для того, чтобы этих провалов не было, нужно писать вот эту вот стратегию, информационную, да, повестку, ну, так лень думать, ну, вот на предстоящую неделю, ну, допустим, мы делаем вот в плане СМИ, на неделю, ну, вот на неделю, и дальше в неделю встречаемся и говорим о том, что будет там дальше, да, то есть это вопрос о том, насколько вы усидчивы и насколько у вас есть эта возможность, а можно просто... Вот событие, а ты его плясала, анонс, итоги, да, анонс, итоги, анонс, итоги, день рождения. Что еще? Надо просто понимать, что это нужно делать заранее и к этому планированию обращаться, иначе будет чувствоваться, как ваша группа швыряет, как на пульсе. Ну да, ну, понятно, я просто говорю о том, что можно делать, чтобы группа жива, просто поддерживать ее жизнь, а можно делать интересно. Вот для того, чтобы это делать интересно, существуют разновидности новостей, которые выделял доктор логических наук из МГУ. В общем, новости, если мы сортируем с вами, за счет чего мы можем поддерживать и делать интересную жизнь нашей группы ВКонтакте, наши сайты. Может быть, вы делаете журналы или газеты в университетах, то есть это тоже туда же. Анонс, но это вы часто делаете, что говорить, что не матч, но другое дело, это видео приглашение или это афиша, может быть, или текстовая какая-то информация с комментарием игрока, который говорит все дела, будем бороться. Анонс, интервью, статья. Статья это больше проблемно-аналитическая. Допустим, первая половина чемпионата закончилась, вы сели и подумали, надо подвести итоги выступления команды, какую-то аналитику сделать. Болельщики, игроки, руководство команды, может быть, с соперниками пообщаться, разные точки зрения дать на ситуацию, на подведение итогов, чтобы это не было одного. Потому что мы тоже говорили, когда в Казани в прошлом году были в рамках, как мы делали, по поводу объективности, существует она или нет. Объективность на самом деле есть, пусть даже формально, это наличие разных точек зрения. Вот это правило используйте, нормально. Хороший ответ на вопрос, что такое объективность, разные точки зрения. В общем-то можно жить с этим. Комментарии и жанр истории. У вас находится раздатка, можно перемешнуть в первый лист, который был с диаграммой потребностей. И я не знаю, вот честно, эти истории для меня одинаково интересны. Одна из историй это Денис Чеканов, он присутствует с нами здесь. Материал вышел сегодня на studentsport.ru. Я вчера, когда вернулась с отпуска и читала его, вот просто на одном дыхании, настолько круто. И автор вот этого материала, вот только что вышел из этой аудитории, наверное, заскромничал, и автор обоих этих материалов, Егор Муханов. Я не настаиваю, я предоставляю вам возможность выбрать, почитайте. Давайте немного уделим, у нас пока есть. Одну из историй. История Самвела, ведись она основателя бренда «Черные медведи», политеха питерского. Безумно интересная история, отличный человек, знаю Самвела лично. Помню тот момент, когда он сидел в кремлевском дворце Владимира Путина на аудиенции, и тогда в России создавалась ассоциация студенческих спортивных клубов. Не все получилось, не все круто, но человек хочет жить, развиваться, несмотря на те испытания, которые любые. И Денис Чеканов, который здесь присутствует, ну там очень хорошее начало, в общем-то все понятно. Сразу такой конфликт, история, жизнь проверяют на прочность, если человек делает выбор, что он хочет. Вот не знаю, Самвела или Денис, вся история, ну просто можете там, чья фамилия больше нравится, прочитайте про организм, например. Сэм хорош? Есть. Что? А? Да, к сожалению, клуба уже нету, но медведи остались, и хорошо, что ребята, которые стоят за черными медведями, которые учатся в этом универе, они говорят, мы все-таки хотим выступать именно с этим значком, как медведи, чтобы на груди был, а политехник, политехник. Но человек вот попытался сделать, он делал, да? Просто кто-то посчитал это покупкой, и нашлись обстоятельства, причины, по которым... Самвел-то он приобрел закапку, и все будет хорошо. А? Медведи тоже нет, они маскот-то только сохранили. Ну это, конечно, вообще просто... Человек пять лет впахивал для того, чтобы вот, хотя это тоже не самое плохое, и все знают, что это медведи. Я до сих пор думала, в силу того, что даже я в информационке кручусь-верчусь, я не знала, что так с медведием получилось. Ну для меня медведи классы в Питере, да, и у остальных я... Ну в Питере, я говорю, я сразу говорю... А, ну я вот только это... Ну в общем, смотрите, то, что вы читаете, я буду просто немножко комментировать, мне кажется, что вот тоже мы находимся в состоянии поиска в рамках формата на силенспорт.ру. Понятно, есть лента новостей, есть короткие новости. Буду попутно вам какую-то информацию давать, сами решайте записывать, слушать или не на ушей пропускать. Кто там шепчет? Есть шесть вопросов Питериана, тоже, когда журналисты начинают учить, говорят они, что где, когда, зачем, почему, с какой целью. Вот на эти ответы, на эти вопросы должны быть ответы в начале Питериана. Для того, чтобы прочитает человек Питери, вот вашу зарисовочку, не прочитает, но он будет понимать, что было, когда было, кто участвовал, с каким счетом сыграли, рамках чего это было, ну вот, какую-то информацию поверхностную прочел. А дальше уже вопрос глубине, надо ему это или не надо. Вот, это шесть вопросов Питериана, на которые надо отвечать изначально. Короткие новости, надо чисто такая информационная история, а хочется прочитать, и чтобы зацепило. Но мы почему-то смотрим фильмы про Джобса, да, про других интересных людей, и нас прямо цепляют и думают, и они такие мотивирующие, вдохновляющие, вот это он молодец, да, ну а что я не могу, надо попробовать, может быть, все в жизни реально. Ну, Джобс это круто, просто работая в этой сфере уже 65 лет получается в этом году, я столько людей повстречала в своей памяти именно примеров из этого сегмента, на которых можно смотреть, и которых можно уважать, и брать с них пример, я вам вот парочку дала. И вот история тем хороша, что у нее абсолютно разговорный стиль, и за эти два листочка А4, которые вы читаете, тебе кажется, что ты 5 летит лет просто шел по пятам человека и вообще рядышком с ним, за эти всего две страницы. Как писать? Он не пишет никакими терминами, он просто внимательно слушал собеседника, ну и согласитесь, кто выбрал про Денис Чиканов материал? Ну вот начало какое, что там в начале написано? Да, то есть, мам, 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 я хочу туда, но не хватает денег. Ты сынок держись, денег нет. Ну все, и сынок пошел, выбрал другое образование. Интересно, сразу же, жизнь любого из нас, это на каком-то этапе конфликт противоречия, выбор, где человек выбирает, и после того, как он выбрал, начинается другая страница его жизни. И вот это очень важно, и очень круто, что автор этого сериала вынес начало, потому что он знает, что половина из вас, например, скажет, ну вообще, четыре страницы нет, мне нет времени, а кто-то прочитает это. Или вот как Гивид Волхадзе, который является ведущим нашего фестиваля, про него был тоже очень хороший сериал, начинался примерно с тех слов. Куда идти учиться? Он с родителями сидит, разговаривает, он говорит, о, РКГУ, две тысячи долларов в семестр, ему вообще можно почку продать, о, РКГУ, то что надо. И ты понимаешь, что человек, в общем-то, с хорошим чувством юмора, и тебе, блин, а что же он дальше? Сразу видно непростой такой интересный, рискованный, вот такой вот, который эту жизнь на вкус не раз пробовал. Хочется с таким познакомиться? Хочется. Если мы с первых строк не заинтересовываем нашего спортсмена, болельщика, ну, кто нашу аудиторию заставляет? Ну все, а вы им будете говорить, ну, я же столько сидел, у нас было много раз, и журналистами, и фотографами такие истории. Когда человек выполнит большой объем работы, а ты говоришь, а мне нужна всего эта фраза первая, которая зацепит или название, или кадр. И если этого нет, не имеет значения, сколько ты сидел, два, три часа, неделю, а кто-то, может быть, вот это вот чувствует, слышит человека. Вот мы с вами будем, совсем скоро приближать, смотри, крокодил, вот. Но пока по этой истории. Посмотрите, обратите внимание на стиль. Это тоже все у вас останется. Стиль, курсивом выделены какие-то ключевые моменты, по мнению автора. Переломный, где он говорит, вот там Денис съездил в Олимпиаду Сочи, отдохнул, приехал, а его кинул единомышленным, и ему пришлось всю работу делать самому. Или у сам Вэлла. У него сложилась уже хорошая карьера, он устраивался в компанию, в бизнес, а ему звонят к администрации президента и говорят, слушай, друг, нас ждут великие дела на благо студенческого спорта, он бросает работу и идет, как выясняется позже, ради Москота одного из-за нас. Это как жизнь бывает. Сейчас переверну мы с историей, а какая-то другая. Он там говорит, что он даже иммигрировать хотел. Вот так человеческий спорный человек повлиял. Очень интересно. И нас вот часто очень шевеляет, вот так вот, в разном состоянии. Нужно с ней хорьем выходить. Поэтому читайте, можете по такому-то моменту прерваться, для того, чтобы мы с вами все успели. Я не буду подробно разбирать, я просто объяснила смысл этого жанра, и то, что вот так показывают подкринки людей, как герои, так те, кто читают, заходят. Это реальные примеры вот тех людей, которые работают в этом сегменте. И я думаю, что ничего не помешает вам найти человечка, но это тоже не сложно, да? Либо самому попробовать сделать в таком ключе. Вот вы говорите про игроков, рассказывая, как вы сказали, да? Про комик, все дела. Может быть, обратить внимание, с чего зайти? Или какие-то факты у человека, цитаты, там вот. Вот как он за души смотрит, да? Вот эту точку продам, да? Ну, видно, что человек, в общем-то, щедрый. Понимаете? Вот это вот юмор, как не хватает жизни, юмора этого риска. Когда ты смотришь на такого человека, а тебе в душе хочется об жизни это не делать, это все может быть хорошо, да? Вот мне вот рад, да? И может где-то надвинеть место. Поэтому оставляйте себе, почитайте. Может быть, и про другого заинтересует. Вот с Алексеем Гольцовым, руководителем спортклуба МГТУ. Мы сегодня такой же материал делали. Я думаю, через неделю-другую можно будет про него почитать. Посмотрите, вот он сидит, вот что про него можно сказать. А что он про себя сказал, это еще интереснее. Поэтому мы подождем, как это все через стажурналисты пройдет. Ну что, мы с вами поговорили про организационные календарные новости. Мы с вами обозначили форматы, в которых можно освещать деятельность спортивного клуба. О, Дима пришел. Я хотела вообще Диме налог налепить, но тут столько летом. У нас будет очень хорошее. Сейчас я просто опять тоже в разные стороны швыряю. Значит, новости организационные и календарные. Я вас просто призываю от календарных только не плясать. Столько примеров вы рассказали, это еще не все высказывались. Реально. Просто сесть и составить эту информационную повестку. Мы сейчас с вами это сделаем. В каких форматах я вам сейчас рассказала. Рекомендую обратить внимание на жанр истории. Но вы можете себе не обращать. Гораздо проще делать анонсы и подводить этот матч. А раскрыть человека, услышать его, сделать так, чтобы это было интересно другому. Это уже другой уровень. Вы определитесь, на каком уровне находитесь. И тогда, исходя из этого, строить информационную повестку. Вот. Хотела бы сам малость сказать про социальные сети, про инстаграм. Вот когда мы были на кадровом резерве в Нальчике, и ко мне подошли ребята из Дагестана, руководитель спортклуба. Магомед, по-моему. Вот. Магомед говорит, смотри, пожалуйста, Вероника, наш инстаграм, дай обратную связь. Я в тот момент, да и сейчас, не сильно сильно, наверное, в этом вопросе, но благо Виктор Кравченко в свое время, работая в АСМС, делал концепцию развития социальных сетей. И вот про инстаграм там было популярно, коротко и ясно объяснено. Женская попа собирает столько-то лайков, эмоции собирает столько-то лайков, что там у нас еще, ну, мужской торс, да, вот такие вот вещи. Ну, как секс, скандал, сенсация, никто не отменял, еще какая-то 3С или, правильно, 4С. Вот вы увидите ребенка, котенка, да, ребенок, допустим, хоккеиста выиграет чемпионат, и малыш едет в пресле, да, в машине есть медаль, понятно, что это наберет. А мне показывают инстаграм индогестанского госуниверситета, где просто волейбольная площадка и вроде как играют. И написано, что стартовала универсиада, и вот такой вот длинный текст, что вконтакте, что на сайте, что одно и то же. Все персонально, все индивидуально. И инстаграм должен быть именно в таком ключе. Спасибо Вите, спасибо за то, что эта работа была проведена. Они, как раз мы сегодня говорили, эрспорт, всякие агентства, сайты, да, их инстаграм, как они они делают, это тоже было проанализировано. Если вам будет интересно, зайдите, посмотрите, студент спорт, нижнее подчеркивание спорт, это инстаграм, который сейчас у нас есть, ведется работа согласно интерьерам, которые были обозначены виктором, и стараемся их, в общем-то, придерживаться. Просто можно делать, чтобы инстаграм был, ну, сопровождаем жизнь, ну, вот сделали кадр. А можно просить, вот, допустим, к этому подходить творчески, через отдельно взятого человека, через попу, через собаку, через ребенка, через что угодно. Есть, это, опять же, психология, потому что человек обращает внимание. А можно просто какие-то общие фотки, люди делают и думают, что это должно собирать, какое-то видео непонятное, что происходит. Я на универсиале. Детали решают очень много. А вот вопрос о детали, здесь можно подумать, что почитать, просто я сейчас говорю о тех вещах, которые, вроде бы, очевидны, но полистайте инстаграм. Кажется, что очевидностей не бывали. Ну, так вот, повестка у нас будет. Ну, что, играем прокатилом. Как раз такой небольшой пирожечка хочет быть героем. Мы должны были закончить, на самом деле, час назад, но просто столько всего получилось, разного, да, не столько даже, сколько заездлено у нас в программе, да. Я говорю вам огромное спасибо, благодарю за эти, получается, несколько часов проведенные вместе. В принципе, какого числа мы здесь применяем, с L31, да, кто-то может раньше видеть. Но если вдруг понадобится какой-то совет, или там что-то рассказать, потребуется какая-то обратная связь, без проблем. У меня вопрос только один. Вот тут буквы Верамика или Верамика? Верамика-дзвоник. Это М или М все-таки? М. Ну, Верамика, это как-то, да, звоник, особенно, по-подоброму. Дарья, так вот, вот, псевдонимом, да. Спасибо большое за это время. Вау, спасибо. Не забывайте заглядывать в себя. Там порой очень много интересного, скрытого, с чем надо работать. А давайте мы с... Давайте вместе сфоткимся, да, то есть... Наши по-доброму уж не кушать были чуть-чуть. Спасибо.